Вячеслав Потапенко, руководитель Центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Новый министр иностранных дел Франции, один из первых зарубежных визитов, совершает в Украину. Что это означает для Парижа и какой это сигнал и знак для Киева? Действительно, во Франции произошла перезагрузка, новое правительство, новый премьер, новый министр иностранных дел. И вот, как и большинство стран Рамштайна, то есть той коалиции, которая поддерживает Украину, обычно с одним из первых визитов руководители, избранные, назначенные чиновники ездят в Киев. Это для них уже стало такой традицией. Ну, первое, они как бы подчеркивают важность Украины, подчеркивают свою позицию по поддержке Украины как элемента системы безопасности по защите демократических стран в противодействии с авторитарными режимами. Ну и в данном случае речь идет о конкретике. Мы знаем, что в последний год значительной мере поддержка Украины начинает перекладываться на страны Европы. Франция как страна с мощным военно-промышленным комплексом, с полным циклом производства, начинает авианосцев, судостроение, авиастроение, ядерное оружие, ракеты и так далее. Ну, понятно, танки, стрелковое оружие. И, естественно, Франция крайне заинтересована в том, чтобы здесь играть лидирующую роль и в поставках оружия, которые будут закупаться на средства Евросоюза. И, ну, я бы предложил вспомнить особые отношения президента Франции и Украины еще когда Владимир Зеленский был кандидатом в президенты. Он ездил к Макрону, его принимали. То есть это все как бы такая длительная история таких особых отношений с Макроном и с Французской республикой. То есть в ситуации, когда возникают проблемы, Франция обычно протягивает, так сказать, руку помощи. Поэтому мне кажется, что это важно, да. А вот смотрите, тот перечень, который вы озвучили, еще самолет и Мираж 2000 в начале 25-го года, подготовка пилотов для этих истребителей, военная помощь, да, в целом. Как вы оцениваете поддержку Украины со стороны Франции в противостоянии российской агрессии по сравнению с другими государствами? Ну, мне кажется, что Франция поддерживает достаточно сильно, но тут же опять же возникает вопрос доли, да. То есть когда мы говорим об Эстонии, которая передала практически там все вооружение, которое у нее есть, тяжелое Украина, Франция такого, естественно, не делала, но в абсолютных значениях это важно. Еще раз подчеркну, что Франция является единственной ядерной страной Евросоюза. У Франции есть на сегодняшний день объективный конфликт с Российской Федерацией и по Африке, и по Сирии, и по ряду объектов, так сказать, геополитических. И поэтому Украина и Франция есть общие интересы, что дает, в общем-то, сотрудничеству такое наполнение каким-то смыслом не просто борьбы за абстрактные ценности, а попытки достижения совместных целей. И у Франции есть ресурс, еще раз хочу подчеркнуть, во Франции есть недозагруженный военно-промышленный комплекс, который при наличии заказов, оплаченных, может достаточно быстро и эффективно производить разнообразное качественное вооружение. Поэтому в этом смысле Франция тоже крайне заинтересована во взаимодействии как с Украиной, так и с другими партнерами. В той ситуации, которая складывается с американскими выборами, я считаю, что поддержка Франции является для Украины крайне важной и весомой. В контексте поддержки Париж готов продолжать помогать Киеву, а Франция поддерживает план победы Украины не только в военной сфере. Она готова оказывать помощь в гражданской и экономической отраслях, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Баро. Он также добавил, что Франция поддержит Украину, когда она решит начать переговоры о мире. Давайте услышим и обсудим. Вячеслав, а какую поддержку оказывает Франция в лоббировании плана победы на международной арене? Ну, во-первых, Франция, как я уже сказал, ядерная страна, член Совета Безопасности ООН и достаточно авторитетное государство, которое имеет хорошие давние отношения со многими странами Азии, Африки и Латинской Америки. И таким образом, позиция Франции, она и прямо, и косвенно может влиять, в том числе на позицию стран глобального юга. На сегодняшний день очень важно формирование в Европе полюса, так сказать, притяжения сторонников продолжения поддержки Украины в условиях, когда ряд стран Центральной Европы, так сказать, ведут такую, ну, пытаются занять нейтральную позицию, невзирая на то, что они являются членами НАТО и ЕС, и формирование такого полюса Центра притяжения сил, которые хотят продолжать политику в духе Рамштайна и поддержки Украины, и вот, мне кажется, крайне важной, и Франция, скажем, в отличие от Германии, здесь может оказывать такую важную роль, являясь самой полноценной военной державой. В данном случае, ну, Германия, она, конечно, страна высокотехнологична и экономически развита, но в военном смысле она, так сказать, ну, скажем, зависима от своих союзников. И поэтому в военном плане поддержка Франции важна, и дипломатическая поддержка Франции также крайне важна, особенно в этот период турбулентности, о котором говорил министр иностранных дел, в который вступает в мир и который обостряется сейчас, как раз в конце октября, в начале ноября, когда все находится в преддверии выборов в Соединенных Штатах Америки, которые значительно влияют на вообще геополитические расклады и будущее сферы безопасности в Европе в целом. Еще один аспект хотел бы с вами обсудить. Экскалацией войны назвал министр иностранных дел Франции сообщение о том, что КНДР направила своих солдат в Россию в помощь на войне против Украины. Давайте услышим. Если такое решение было принято, то оно бы имело серьезные последствия, поскольку это ввело бы войну в новый масштаб эскалации. Также есть риск того, что война перейдет на территорию Азии. Однако такая информация свидетельствует о том, что Россия имеет все больше сложностей для противостояния Украине. НАТО пока официально не подтверждает, но и не отрицает участие военных КНДР в войне России против Украины. В то же время украинская разведка говорит о подготовке минимум 11 тысяч военных КНДР. Какой здесь может быть реакция Франции? У нас буквально минутка до завершения эфира. Мне кажется, что вряд ли будет какая-то реакция. Эти военные будут с российскими документами. Подтвердить, что они из Кореи будет невозможно. Но это будет та же схема. Их там нет, как было с российскими войсками на Донбассе. Поэтому пока все будет в такой серой зоне происходить. Хотя западные наблюдатели, в частности французские, конечно, будут отслеживать всю эту ситуацию, как новые риски противостояния демократических и авторитарных государств уже на Европейском театре военных действий. Вячеслав, спасибо вам огромное за аналитику. Зрителям напомню, это был Вячеслав Потапенко, руководитель Центра внутриполитических исследований. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok